Я вам рассказал, показал, продемонстрировал, грубо говоря, подтвердил свою квалификацию о нормализации организма Эдуарда. Оказалось, весьма сложный случай, потому что думаешь с одного, а там, оказывается, надо попутно решать многие-многие другие вопросы. Итак, завершение всей этой эпопеи. Я попросил Эдуарда, как бы сказать, вот его мнение выразить по поводу всего и всей этой проделанной работы, что он вот сам скажет. Доброго здоровья, отца! Отвечаю! Голод произвел на меня неизгладимое впечатление. Его действительно можно считать наисильнейшим инструментом, который применим в целях обретения здоровья. Воистину, голод – это волшебное путешествие в сказочную страну под названием здоровье. Одним словом, голод – это великая божественная сила. Что касается лично меня. Во-первых, это, на мой взгляд, самое главное. После того, как на голоде вышел клубок глистов и на выходе из голода отошли полипы в течение недели, у меня тут же, буквально таки мгновенно, расслабился живот, который всю жизнь, сколько себя помню, был напряжен. Я не мог его расслабить, а при попытке его расслабить, испытывал рези в животе. А я даже этого не понимал. Думал, прессильный от тренировок. Теперь мне смешно. Насколько же я был несведущ. Сколько это напряжение забирало сил. Моих жизненных сил. Кроме того, анус втянулся, впал и принял свое нормальное физиологическое положение. Геморрой исчез. Прямая кишка при натуживании перестала вываливаться. Продолжаю регулярно делать втягивания ануса. Замечательно! А также мой позвоночник стал расслабляться и расправляться. Это происходит до сих пор. Каждый день по чуть-чуть. Грудная клетка раскрывается. Думаю, это все напрямую связано с глистами, полипами и напряженным животом. Во-вторых, стопы ног чистые. Грибок не беспокоит. Пальчики ног, стопы гибкие, как в детстве. Суставы и связки тела также сохраняют гибкость. Прекрасно! В-третьих, у меня до сих пор отходит гной из десен. Небо, десна в гное. Гноник в области гланд слева и покраснение гланд справа до сих пор имеется. Думается, вся борьба с гонородной инфекцией у меня еще впереди. И еще пришла следующая мысль. Пока я не избавился от этого гноя и не приведу в порядок свои гланды и миндалины, «Никакой речи о возвращении зрения не может быть и речи». Вот его замечание, ответ. Конечно, не все так гладко, как хотелось бы и как мы все думаем. Но, тем не менее, человек понимает, в каком направлении действовать, что делать. И, по крайней мере, он теперь может самостоятельно следить за собственным здоровьем. Еще раз, голод – это сила. С уважением, Эдуард Петрович. Все желающие более досконально ознакомиться с этим уникальнейшим материалом по борьбе с грибком, по выводу полипов, глистов и прочей мерзости из организма, с различными, как бы сказать, нестандартными ситуациями. Становитесь спонсорами канала и смотрите все эти видео со всеми подробностями, фотографиями, видео и прочее, 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 прочее. Моими рассуждениями, комментариями, рекомендациями. Что еще сказать? Я начитываю целительные силы. Вот уже подошло к концу этот третий том. Я их начну потихонечку вылаживать. Также на спонсорском плейлисте это все будет. И все желающие могут поставить и послушать этот уникальный материал. Так сказать, чтобы все было полезно и приятно. А не просто лишь бы как бы там провести время бестолково, а с пользой для себя. Вот чем я буду заниматься в ближайшее время. Плюс продолжать надиктовывать четвертый том целительных сил. Работа, конечно, предстоит большая. Это не просто вы надиктовали. Надиктовали с разного рода ошибками, хрюканьем, чморганьем и так далее. Все это надо удалить, чтобы был только чистый звук, чистая речь понятная. А это требует еще больше времени. Ну вот я поделился с вами своими планами по поводу дальнейшего развития канала.